Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 5, урок 7. Автомобиль должен за 7 часов проехать расстояние, равное 630 км. Первые 2 часа он ехал со скоростью 70 км в час. А следующие 3 часа он увеличил скорость на 20 км. С какой скоростью должен ехать автомобиль оставшийся путь, чтобы прибыть в пункт назначения вовремя? Первым действием мы узнаем, сколько километров проехал автомобиль на первом участке пути за первые 2 часа. 70 умножаем на 2. Получаем 140 км. Вторым действием мы узнаем скорость, увеличенную на 20 км в час. Она стала равна 90 км в час. Скорость на втором участке. А теперь, зная скорость второго участка и время, потраченное на втором участке, мы можем найти длину второго участка пути. Для этого мы 90 умножаем на 3 и получаем, что длина второго участка равна 270 км. 140 прибавить 270. Это всего 410 км проехал автомобиль на первом и втором участке. Затратил он на это 5 часов. 2 часа на первый участок и 3 часа на второй участок. Так как его время, оставшееся, было 7 часов, мы от 7 часов отнимаем затраченное время. На оставшийся путь у него осталось 2 часа. А теперь узнаем количество километров, которое осталось проехать на третьем участке. Для этого мы 630 отнимем 410 и узнаем, что третий участок, пройденный автомобилем, равен 220 км. А время 2 часа. 220 разделим на 2. Тем самым мы найдем скорость на последнем участке нашего автомобиля. Скорость стала равна 110 км в час. То есть, чтобы автомобиль прибыл в пункт назначения вовремя, он должен двигаться на третьем участке пути со скоростью 110 км в час. Итак, автомобиль проехал первый путь, он ехал 2 часа со скоростью 70 км в час. Второй отрезок пути он прошел со скоростью 90 км в час и двигался он на нём 3 часа. Третий участок пути, он равен 220 км. Автомобиль двигался со скоростью 110 км в час и ехал он 2 часа, так как всего ему было назначено проделать данный путь за 7 часов, а расстояние было равно 630 км. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Продолжение следует...